Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Валекса. И сегодня мы делаем общий расклад. Тут у меня кошачок немножко мне помогает. На тему, где мой человек? Каковы причины моего одиночества? Почему я одна или я один? Загадывайте период, на который мы с вами будем гадать. Потому что седьмым вопросом будет встреча, или я своего человека в загаданный период. Этот вопрос мне часто задают на стримах. Поэтому определитесь. Я больше, чем 6 месяцев загадывать не рекомендую. И минимальный срок 2 недели. Итак, загадывайте тот период, который вам хотелось бы. По встрече, по знакомству с новым человеком в своей жизни. Для тех, кто одинок. И начинаем расклад. Начинаем заряжать колоду с вопросом, Где мой человек? Каковы причины моего одиночества? Где мой человек? Расскажи нам колода. Где мой человек? Расклад будет состоять из 8 карт. Где мой человек? Сейчас мы узнаем всю правду. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, у кого срезонировал расклад более точно. Итак, где мой человек? Каковы причины моего одиночества? И первый вопрос. Почему я одна? Или почему я один? В зависимости от того, кто смотрит этот расклад. Мужчина или женщина. Достаем первую карту с ответом на этот вопрос. Итак, эта карта называется, обозначает лабиринт. Лабиринт иногда обозначает мозг человеческий. Если внимательно посмотрите на картинку, вот здесь вот видите, блуждают люди. Лабиринт. Вы запутались. Вы запутались по той простой причине, что вы четко не можете определиться, какой человек вам нужен. Вы либо не имеете серьезного жизненного опыта, и поэтому не ставите четкие перед собой конкретные задачи по поводу того, какой вам человек нужен, по поводу того, чего бы вы хотели получить от контакта, от знакомства, от отношений. Поэтому первое, с чем нужно определиться, это ответить самому себе или самой себе на вопрос, что же я хочу от этих отношений более конкретно. Итак, первый вопрос. Почему я одна или почему я один? Вы запутались. Вы запутались. Вы совершенно не знаете, к чему идти. Может быть, вами овладела депрессия на какой-то период времени. Может быть, вы неудачно вышли из предыдущих отношений, и поэтому не видите света в конце тоннеля. Такое у кого-то тоже может проигрываться. Вы запутались. Вы не видите перспектив для того, чтобы заводить отношения. Вот какова основная причина на данный период времени вашего одиночества. Второй вопрос. Каким я вижу своего партнера? Давайте смотреть. Каким я вижу своего партнера? Или партнершу, в зависимости от того, кто смотрит видео. Каким я вижу своего партнера? Итак, будем выпутываться, если вы запутались. И вот у нас выпадает карта всадник. Здесь даже, знаете, больше всадница, я бы сказала. Такая вот очень красивая колода. И здесь девушка скачет на коне. И, конечно же, каким вы видите своего партнера, сразу же напрашивается ответ на вопрос. Энергичным, да? Энергичным, подвижным, легким на подъем. Человеком, который готов будет отправиться вместе с вами в какую-либо поездку, не раздумывая, да? Который будет поддерживать все ваши начинания. Человек, который легко передвигается, любит танцевать. Человек, который любит поездки, путешествия. Человек, вы, то есть вы себе представляете таким партнера своего, да? Который постоянно находится в движении, да? Постоянно чем-то занят. Следующий вопрос. И карта нам ответит на вопрос, чего я боюсь, да? Чего вы боитесь в отношениях? Чего вы боитесь в отношениях? Давайте смотреть. И выпадает карта солнца. По большому счету, можно сказать так, что вы ничего не боитесь в отношениях. Возможно, у вас имеется какой-то серьезный опыт за плечами, и вы уже прошли, как говорится, огонь и воду и медные трубы, и не испытываете страха перед отношениями. У вас просто их нет по какой-либо причине. Мы уже здесь причины рассмотрели, да? И вы, может быть, знаете, единственное, чего может быть по карте солнца, солнце никогда не несет отрицательного заряда, да, отрицательного ответа. Может быть, по карте солнца вы просто не готовы принять то счастье, не готовы быть счастливым, да, или счастливой, да, так бывает. Люди, знаете, психологи современные, очень сильно озабочены тем, что люди в последнее время очень стали зацикливаться на своих страданиях. Не нужно этого делать. И вот как раз по этой карте я могу сигнализировать вот о таком ответе, что люди не готовы отпускать свои страдания, они их вынянчивают, вынашивают и протащат их дальше из одних отношений в другие. И не хотят просто-напросто жить, ну, как сказать, вот банальная фраза сейчас прозвучит, быть проще, понимаете. Вот бывает вот такое вот. Да, можно сказать, вы боитесь счастья, да, вы боитесь того счастья, которое на вас валится, и что все вдруг будет хорошо после тех страданий, которые были в вашей жизни. И вас это, может быть, даже как-то ошарашит. Вы вот этого боитесь, да? Следующий вопрос. Над чем надо работать для того, чтобы были отношения? Над чем вам следует работать для того, чтобы войти в новые отношения? Удачно войти в новые отношения, да? Над чем вам следует работать? И здесь у нас карта собака, да? Возможно, кому-то не хватает верности в отношениях. Возможно, кому-то не хватает собака, ведь это у нас друг, да? То есть в первую очередь, что нужно проработать в себе? Нужно научиться быть другом-партнёру. Не нужно учиться, не нужно стараться быть командиром, да, в отношениях. Не нужно, смотрите, как карты мудро рассуждают. Не нужно стараться быть главным или, наоборот, подчинённым, как иногда бывает в отношениях, нужно быть другом. Нужно вот именно вам, тому, кто сейчас смотрит этот расклад, нужно научиться дружеской нотке в отношениях. Нужно проявлять искренний интерес к своему партнёру. Не, знаете, не какой-то там меркантильный или страстно-пылающий, а именно дружеский интерес нужно проявлять по отношению к своему, партнёру. Нужно искренне интересоваться его делами, его здоровьем, его настроением. И вот тогда, тогда вот это вот неименуемое солнце, которое здесь у нас уже вышло и взошло над вашей головой. А период, я надеюсь, вы загадали, оно обязательно вас согреет. Итак, следующий вопрос. Что же будет препятствовать вам в отношениях? Что препятствует вам в отношениях? Либо черта какая-то вашего характера, либо, может быть, физические какие-то препятствия. Выпадает карта крест. По карте крест я могу сказать, что, вы знаете, у кого-то может проиграться как имеющиеся кармические отношения, которые человека не отпускают из прошлого. И вы всё время мысленно их не закрыли, и всё время мысленно возвращаетесь к этому человеку. И вот по карте крест эта карма, она вас держит и не даёт вам построить новые отношения. Далее, по карте крест, вы знаете, может даже препятствие быть в банальной, как бы вам не хотелось это слышать. Может быть, у кого-то наведённая порча на одиночество. Такое тоже может быть по этой карте. То есть нужно чистить любовный канал. Это уже магическое искусство. У кого-то по карте крест, вы знаете, может идти, что род, семья, родственники являются препятствием в отношениях. То есть, вы знаете, наши родственники, особенно кровные родственники, они довольно часто эгостично проявляют себя по отношению к нам, ну и по отношению друг к другу. То есть они хотят от нас чувства любви, взаимопонимания, помощи. И им не важно, что вы в душе одиноки, что вам хочется, допустим, создать пару, если пары у вас нет, да, семью. И вот очень часто родственники наглятают обстановку. И вот по этой карте я вот это вот просматриваю. У вас на данный момент, мой дорогой зритель, тот, кто смотрит, что вы, возможно, испытываете какое-то чувство вины по отношению, может быть, к престарелым родителям, да, может быть, к какому-то другому больному родственнику. И поэтому не заводите новых отношений. Это очень серьезное препятствие, ему нужно прорабатывать. И чувство вины здесь совершенно неуместно. Если вам будет это интересно, задавайте вопросы в комментариях, мы эту тему можем обсудить. Следующий вопрос. Что поможет, да? Значит, что поможет? Это что будет препятствовать, а что поможет вам в создании отношений? Что поможет вам в создании отношений? Вот карта прямо просится, мы ее достанем. И вот у нас здесь карта плеть и метла, как видите. С одной стороны, это карта скандальности, да, может быть, надо быть более, уметь себя защищать, может быть, вы чересчур скромны, и являетесь каким-то таким норным интровертом, я говорю иногда такие слова, да, вот, но на самом деле вам требуется очищение, духовное очищение, то есть метла, это у нас очищает, изгоняет то, что нужно закрыть старые связи, нужно забыть прошлых партнеров, нужно поднимать голову, открывать глаза, и вот по этому солнцу оно вас уже ждет, смело идти вперед, да, вот видите, не зря же карта очищения, и сверху над ней карта всадника, то есть требуется движение, не нужно замыкаться на происходящем, не нужно замыкаться на том, что у вас сейчас происходит в жизни, и в конце концов не нужно замыкаться на своем одиночестве, вам требуется провести генеральную уборку в своем мозге, насколько это возможно, может быть, следует обратиться к йоге, к медитации, может быть, почитать какие-то философские материалы на эту тему в интернете, или опять предлагайте темы для стримов, мы это с вами разберем. Итак, что вам поможет? Вам поможет, конечно же, очищение. Расчищайте себе дорогу, я бы даже так сказала. Избавляйтесь от старого хлама, который вы тащите от старого, я имею в виду хлама, конечно же, не физического, хотя и физического, иногда старые вещи нужно выкинуть, которые вы давно не носите, они несут отрицательную энергетику, уже тащат вас в прошлое. Избавляйтесь, расчищайте себе дорогу, расчищайте себе дорогу любыми методами, которые вам доступны. Итак, седьмой вопрос будет у нас с картой. Встречу ли я свою половинку в загаданный период? Ну, давайте я вам на ближайшие два месяца буду спрашивать, а вы сами себе откорректируете период, загадаете, и мы достанем карту. Итак, встречу ли я в ближайшие два месяца? Независимо от того, когда вы смотрите мои видео. Встречу ли я, потому что расклад общий в ближайшие два месяца своего человека, свою половинку. Встречу ли я в ближайшие два месяца своего человека, свою половинку. Давайте смотреть. И карта Лилии. Карта Лилии, это у нас, говорит о том, что вы не просто встретите в загаданный период, который вы загадали человека, это будут высокие отношения. Это будут отношения, о которых мечтали оба. Лилия, это, знаете, что-то высокое, что-то такое необыкновенно красивое. Как вы узнаете человека? Вот мне иногда задают вопрос, когда я даю ответ по поводу того, что встречу ли я свой человек, и когда ответ выпадает положительный, меня зритель спрашивает, как я его узнаю. Так вот, по Лилии вы узнаете. Во-первых, будет очень притягательный аромат, независимо от того, женщина это или мужчина. Ищите по запаху, дорогие друзья, ищите по запаху в ближайшее время своего человека. Тот аромат, который вас притянет, который обратит на себя внимание, и будет вам тем маленьким сигнальчиком для того, чтобы с этим человеком можно было познакомиться. Этот человек будет духовно развит, я вам сразу скажу, внешне привлекательно, интересен. Одет по классике, либо одета по классике, предпочитающая. Предпочитающая я или предпочитающий классический стиль в одежде. Этот человек будет, знаете, с открытым взглядом и немножечко может быть слегка где-то высокомерен. Да, по лилиям. Лилия – цветок такой высокомерный, горделивый. И все эти качества присущи будут тому партнеру, которого вы загадали, встречу с которым на загаданный период. Итак, ответ «Да». Встречу ли я в загаданный период партнера для знакомства. И последний вопрос. Совет от карт. Что советуют вам карты в данной ситуации? Что советуют вам карты в данной ситуации? Ой, да тут у нас выпало кольцо. Карты советуют вам. Вот смотрите, на диаметрально противоположных находятся концах. Вот эти вот две карты по первой карте. Почему я одна или почему я один? Вот и карта «Кольцо» рядом с лилией всего скорее. Знаете, так само сразу напрашивается на язык то, что вы встретите в ближайшее время, в тот загаданный период своего партнера для жизни, конечно. Для жизни. По карте «Кольцо» нужно, карта советует, учитесь договариваться. «Кольцо» – это договор, помимо того, что это семейное, да, создание семьи – это брак, то, что вас ожидает после моего расклада. Все мои расклады лечебные заряжают вас на лучшее, на встречу, на позитив и на исполнение всех желаний. Итак, по карте «Кольцо» колода моя вам рекомендует. Учитесь договариваться. Учитесь договариваться. Будьте более, как вам сказать, коммуникабельны в общении, да. Не держите все в себе. Вот по карте «Собака», да. Предлагайте помощь. И ведь знаете, что в нашей жизни нельзя все время только брать, да. Нужно обязательно что-то давать. Начните первым предлагать помощь вот по этой собаке. Не зря собака у нас над «Кольцом», да. И вы получите вот такую связь, вот такое вот колечко в подарок. Потому что баланс, он будет соблюден, да. Если вы будете что-то давать, и, соответственно, Вселенная вам пошлет что-то свыше. Посмотрите, какой замечательный расклад. Начали с тем, что вы запутались и не знали, как быть. Выявили причины, которые вам мешают, да. И в итоге пришли к тому, что скоро вас ожидает партнер, с которым вы, возможно, вступите в брак. Я желаю вам исполнения ваших желаний, мои дорогие. Я желаю, чтобы мой расклад в самом лучшем варианте проигрался у каждого. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok